Всем привет! С вами Наталья и канал Магия Успеха Второй Самопознания. Предлагаю сегодня раскрыть тему, что происходит с вашим загаданным человеком в сегодняшнем дне. Вариант будет один. Пожалуйста, сейчас подумайте о том человеке, который вам интересен. Полюбопытствуем сегодня, как у него день проходит. Какие мысли, какая энергия, какие события и так далее. Дальше продолжаем наше некое наблюдение за вашим человеком. Будем раскрывать его сегодня. Может быть, что-то, какие-то события нам будут освещены. И если вы будете понимать, что эта действительно информация может подходить вашему загаданному человеку, тогда, естественно, досмотрите данный расклад до конца. Если чувствуете, что не откликается, то мучить себя не надо. И никого мучить не надо. Просто переходите на другие видеоролики. На моем канале их предостаточно. Итак, поехали. В каких энергиях сегодня находится ваш загаданный человек? Что у него в мыслях сегодня? Что на сердце? Главное событие дня, куда человек свои усилия направляет. О чем хлопочет? Что у человека? Следующий наш вопрос будет. Что у человека в доме происходит? Так, следующий вопрос. Думает ли о вас? Думает ли о вас? Вспоминает ли? Что у него в эмоциях, в чувствах по отношению к вам? Как будет действовать вашу сторону загаданного человека? Если будет действовать, да? Конечно же. И сегодня посмотрим некую подсказку, совет от высших сил для вас в отношении загаданного человека. Как вам быть? Итак, открываем. В каких энергиях находится сегодня ваш загаданный человек? Трансформация. Однозначно у человека идут глобальные изменения. Вышел старший аркан. Человек готов или не готов, сейчас мне немножко сложно сказать, что-то поменять глобально в своей жизни. Может быть, некий свой путь. Может быть, это место работы. То есть, у человека, знаете, такое наступает в жизни период, когда изменения, которые будут происходить с ним, либо внешний его мир, который окружает, они неизбежны. Давайте посмотрим больше, чего эта трансформация будет касаться. Какой из сфер? Деньги, работа, либо личные отношения. Ох, у нас высшие силы немножечко крутят, вертят, да? Два старших аркана. Смотрите, однозначно здесь что-то судьбоносное, кардинальные изменения. Если у вашего загаданного человека был некий период, кризис по финансам, допустим, да? Может быть, человек как-то работу потерял, к примеру, и никак не мог трудоустроиться. Допустим, как вариант, однозначно сейчас судьба поворачивается в положительную сторону и наступает некая такая белая полоса. То есть, человек, возможно, заслужил вот те, которые остановки у него были в его жизни, где какие-то жизненные перипетии, это все заканчивается. И, естественно, из этого человек получает некие уроки. То есть, однозначно он проходит сегодня какую-то глобальную трансформацию, она его может выворачивать. Знаете, такое состояние может быть некой ломки, вот действительно некой ломки у человека. То есть, его разум, может быть, доходит до какого-то рассуждения, может быть, внутреннего его какого-то рассуждения. Может быть, человек разговаривает с кем-то, да? Потому что по колесу фортуны это может быть человек не один быть. Некие рассуждения, они действительно меняют его стереотипы. В корне причем, глобально. Очень судьбоносные какие-то вот прям у него внутренние изменения. Внешние сейчас мы посмотрим, может быть, покажут нам, да, на карте, что у него все-таки там меняется. Но внутренняя энергия мощная сегодня. Очень мощная и что-то серьезное действительно может происходить. Хорошо, давайте посмотрим, что у него в мыслях. А в мыслях у него аркан выбора. Тоже, кстати, старший аркан выбора. Могу предположить, из тех карт, которые сейчас я вижу на столе, были прерваны какие-то отношения. И, наконец-то, что-то такое изменилось. То ли высшие силы как-то столкнули, да, этих людей. То есть, помогли сделать некий выбор все равно, понимаете. Вот по колесу фортуны тут уже хочешь, не хочешь, а все равно ты будешь склоняться на какую-то сторону. Вот здесь однозначно. Давайте посмотрим, все-таки хочется более подробно раскрыть выбор относительно все-таки чего, да. Здесь отношения могут быть однозначно. Сто процентов я вам это говорю. Вот смотрите. Этот выбор ваш человек ожидал очень долго, терпеливо. Он надеялся на какие-то глобальные перемены. Глобальные перемены. Если все-таки это будет, допустим, касаться сферы работы. Затронем, да, тоже эту сферу. Если человек не мог трудоустроиться, он метался между одной работой, как говорится, и второй работой, и не знал, какое принять решение, долго выжидал, долго присматривался, приценивался, да. То есть здесь однозначно уже сегодня настал тот момент, тот пик, когда это свершилось, когда был сделан некий выбор. Некий выбор был сделан. Изменения, то есть произошли. Высшие силы помогли произойти этим изменениям. Человек, конечно, тоже мог прикладывать усилия, но они все равно, знаете, он как бы усилия изначально приложил и потом, знаете, принял такую выжидательную позицию. Я подожду, я понаблюдаю, я терпеливый. Но пока он был в ожидании, да, все равно такое ощущение, что сегодня наступил вот прям такой самый-самый-самый пиковый момент, который его трансформировал в такое состояние, когда я уже могу четко принять решение. Но его подтолкнули высшие силы. Либо обстоятельства, либо удачный случай. То есть здесь как-то все в совокупе, понимаете, очень мощные энергии идут, прям наимощнейшие. Для вашего человека загаданного, думаю, что это только в плюс на самом деле. Посмотрим, что у него на сердце. Что у него на сердце. А на сердце он сам. Он такой красавчик, король жезлов. К нам сам пришел такой огненный, харизматичный мужчина. Целеустремленный, боевой. Может быть задиристым, кстати, да. Но у него все равно, знаете, такая будет задиристость. Он защитник, понимаете, он охраняет. Он будет охранять какие-то свои границы. Вот такая вот у него какая-то задиристость. То есть если на него кто-то будет нападать, естественно, он даст сдачи. Сам, как правило, скорее всего, вряд ли такой человек, вот смотрю просто с этими арканами, он вряд ли пойдет первый на пролом. Ну вот в бойню какую-то, да. Я сейчас описываю конкретно человека. Здесь, вы видите, выходит аркан влюбленный, он все равно немножечко смягчает. Такой мягкотелый, чуть-чуть такой мягкотелый, но все равно он в себе уверен. Он знает, чего он хочет. Он ставит перед собой цели, и он идет к этим целям. И опять-таки в мыслях, да, мы видим, что и не важно, сколько для этого потребуется времени. Не важно. Возможно, сегодня человек вот как-то в себя взбодрился, почувствовал себя более уверенным. Понимаете, сердце у него заклокотало. Вот такое, знаете, волнение, как молния, возможно, его пронзило сердце. Ну, в хорошем смысле я имею в виду. Я не вижу здесь. Но аркан смерти, он здесь вот только, исходя из тех карт, которые рядом ложатся, я могу говорить, что это только в плюс. Негатива пока я не вижу. Это только положительные какие-то у него изменения. И вот прям, понимаете, человек воспрял духом. Вот что-то у него получилось, свершилось. И он с собой сегодня доволен. Вот прям вот я с собой доволен. Я себя люблю. Я красавчик. Ну-ка еще давайте посмотрим, что у него на сердце. На сердце. На сердце. Вот смотрите, им была проведена очень тоже, да, такая большая-большая работа. Очень большая работа была проведена, и он доволен самим собой, что он с этим справился, что он достиг своей цели, что он в свое время вовремя расставил свои сети, как говорится, да. Ну, тут такой аркан идет. Но в любом случае, сеть это сетями, да. Может быть, человек шел на какие-то уловки, да, как-то извивался, как-то увиливал, да. Не по прямой шел здесь человек, нет. Он как-то увиливал, обходил там острые углы и так далее, так далее, так далее. Знаете, такой текучий немножечко сегодня к нам пришел человек. Человек, может быть, конечно, у него будет такая с хитрецой, не без этого, но человек-достигатор здесь однозначно. Человек-достигатор. Хорошо. Давайте дальше раскрывать. Какое же все-таки событие с ним сегодня произошло самое яркое и куда он вкладывал свою энергию? Событие. Но с ним сегодня свершился некий праздник. Некий праздник. С чем этот праздник связан? Давайте посмотрим. Некое торжество. Жезлы, старшие арканы, пентакли. Смотрите, здесь действительно еще может касаться рабочей сферы. То есть человек, возможно, куда-то уже четко понимает, что он будет трудиться там, где он хочет и, допустим, там, где будет выгодно. И это будет его конкретная какая-то зона комфорта, понимаете? Возможно, действительно человек нашел свое место, как говорится, под солнцем, да? О чем здесь этот праздник? Праздник. Праздник. Это человек дошел до более высокого, до более духовного. Не зря вот эта трансформация была у нас, да? В самом начале энергии, да? Изменения. И изменения сегодня у него произошли только вверх, только ввысь. Вот знаете, вот просто хочется сказать, вот духовность, да, вот этот вот праздник души у него сегодня, вот главное событие дня, он получил какую-то свою конкретную зону комфорта, праздник души, вот действительно души. И вот этот праздник, он его как-то превознес сильно, очень сильно, честно говоря, очень сильно, очень мощно. Хорошо, давайте посмотрим, о чем хлопочет, о чем загаданный человек вообще хлопочет сегодня, да, в сегодняшнем дне. О чем он хлопочет? Посмотрим. Так. А хлопочет он, девочки, о каком-то прошлом. Возможно, о своих родных, близких. Ну, родителях, допустим, да, там, братья, сестры и так далее. Он хлопочет именно о каком-то своем семейном древе. Семья, вот все будет то, что связано с семьей, с родственными душами, да, вот он хлопочет сегодня за родных своих людей. Вот прям вот трепет какой-то, да, за родных людей. Хорошо, давайте более подробно раскроем, а что там с родными людьми. Что с родными людьми? Смотрите, он пытается, возможно, как-то помочь родным, да, но пока он не видит вот прям, вот знаете, вот шанса. То ли он не хочет замечать, то ли вот он что-то упускает. Вот он хлопочет, он хочет заботиться действительно о своих родных, близких, людей, которые вот действительно ему, ну, родственные связи могут быть, да, конкретно. Может быть, это прям, к примеру, это его самый близкий друг, ну, он сродни, как его брат, понимаете. Вот здесь тоже такое может пройти, причем четко может такое пройти. И эти отношения, конечно же, они очень давние, взаимосвязь, да, то есть конкретно человек переживает за, либо за одного человека, либо за нескольких людей. И пока он не видит шанса, вот прям четко как-то то ли помочь, да, то ли как-то порадовать их чем-то, не видит пока возможности, не видит шанса. Он в поиске вот этого шанса. Может быть, он в поиске вот этого шанса доставить удовольствие праздник жизни вот для своих родных, понимаете, какая история. Такое тоже может быть. Может быть, этот праздник, который вот сегодня, праздник души, как говорится, произошел у вашего загаданного человека, но, возможно, вот этот праздник души, он не совсем четко мог как бы отпечататься для его родных и близких. То есть, может быть, еще не столько усилий человек вложил, да, в этот процесс. Ну, здесь однозначно какая-то история. Чего-то не видит ваш загаданный человек. Он пытается найти выход, но пока не видит. И, естественно, ему из-за этого, ну, как-то, ну, некомфортно, понимаете. Как-то и руки опускаются и все остальное, да. Хорошо, давайте посмотрим, что у него дома, какая обстановка дома. А дома у него много тайн, много скрытого, много непонятного, честно говоря. Давайте еще посмотрим еще, что дома, что у него дома. Вот на сегодняшний день то, что скрыто, есть некая тайна. Вот она прям в воздухе витает. И смотрите, по справедливости, возможно, эта тайна скоро вырвется наружу. То есть, это, если кто-то что-то дома, ну, как бы, умалчивал, недоговаривал, либо, ну, обман здесь я особо не вижу, да, но все равно, тем не менее, наступит вот прям, возможно, в сегодняшнем дне будет некая справедливость свершиться, некая справедливость свершится, и что-то узнается, что-то конкретно узнается. Смотрит меня много людей, поэтому я не вижу сейчас смысла вот прям идти туда вглубь, о чем же может узнать, ну, какая тайна вскроется. Понимаете, какая тайна вскроется. Какая тайна вскроется. Что-то выйдет наружу, какая-то заварушка или что-то такое выйдет наружу. И, кстати, вот эта вот история, история, она будет тоже иметь очень, ну, как бы, такую глобально важную роль. Это тоже может повлиять на кардинальные изменения в жизни вашего загаданного человека. Очень кардинальные изменения. Хорошо. Давайте посмотрим, если мысли о вас, думает ли, вспоминает ли загаданного вам человека. Однозначно да. Вышел, тем более, Верховный суд. Верховный суд. Однозначно да. Даже если бы он не хотел думать, девочки, все равно он думает. Он бессилен, понимаете, противостоять этому Верховному суду. Еще посмотрим. Что он думает о вас. Что вы, женщина такая, очень сильная. Вы очень сильная. Вы очень мудрая. Вы какая-то, знаете, такое ощущение, что вам подвластны абсолютно все. Вам подвластны абсолютно все. Ну-ка, еще хочется добавить. Смотрите, очень много иллюзий, очень много фантазий у вашего загаданного человека относительно вас. Вот прям через край, понимаете, через край эти фантазии. И, конечно же, вот эти все свои фантазии, загаданный вами человек, он очень сильно желал бы это воплотить в жизнь. Пусть у него где-то, может быть, какие-то мечты, какие-то его желания, они малореализуемы, скажем так, да, но он надеется, он даже где-то в предвкушении, что все равно он получит ту фантазию, которую он желает. Он вас где-то может идеализировать в своих мечтах, фантазиях. Ну, вы очень сильная. Есть у вас что-то такое, магнетизм, понимаете, вот чувствуется вот эта вот какая-то мощь, уверенность в себе. Он это считывает с вас. Ну, он себе тоже уверен. Он себе тоже уверен. Хорошо. Мысли однозначно есть, мысли, прекрасные мысли. Понимаете еще, какая история идет? Вот эти мысли, они... Он не может остановить даже поток этих мыслей. Возможно, человек пытался закрыться, вот здесь вот по аркану смерть, да? Возможно, он пытался как бы погасить всю эту историю с вами, да? А все равно ваша энергетика, она до того мощная, очень мощная. Скорее всего, у вас даже есть с ним ментальная связь. Вы можете здесь, кстати, общаться по интернету. То есть, сегодня, сегодня, возможно, человек планировал или планирует написать вам какое-либо сообщение. Переписка, переписка. И, кстати, человек надеется на то, что если, к примеру, у вас отношения были разорваны, ну, там либо тишина, либо там вроде как жирная точка, потом по итогу оказывается пауза, то человек как бы надеется на то, что будет возрождение. Вот посмотрите, здесь у нас выбор, да? Вот здесь у нас выбор получается, да? Вот такое ощущение, понимаете, он как сделал выбор. И в вашу сторону причем. И это было неподвластно, потому что высшие силы сами так решили, сами так постановили. Хорошо. Что человек к вам чувствует? Какие эмоции к вам испытывает? Девочки, эмоции постоянные, стабильные. Вышел сам король Пентакли, да? Какие эмоции? Эмоции. Что-то родное, понимаете? Вот Пентакли, это все равно, это тогда, когда я уже могу потрогать. Это когда я могу... То есть человек понимает о том, что это можно ощутить, понимаете? Это не то, что там по семерке кубков, допустим, я мечтаю, это все иллюзорно, а потрогать я это не могу. Здесь человек в своих чувствах, он уже понимает, ощущает, что вы есть женщина, которая земная, понимаете? Ее можно потрогать. Вот его чувства к вам, они земные чувства, то есть здесь однозначно влечение, сексуальное влечение. Вот эмоции – это сексуальное влечение к вам. Король Пентакли может быть, ого-го, каким сексуальным мужчиной. Надежным, стабильным, уверенным в себе, крепко стоящим на ногах. Интересно у нас выходит, король Жезла, прямо король Пентакли. Ух ты! Да. К нам сегодня пришел уверенный в себе мужчина. Уверенный в своих силах, не только в мыслях своих, но и на физике тоже. Бравый такой. Высокая сексуальность у него, высокая потенция, однозначно, сто процентов. Еще и маг. Какие еще эмоции к вам чувствуют, испытывают загаданный человек? Что вы для него очень ценная женщина, девушка. Он вами восхищается. Вы для него очень красивы. Вы для него очень такой... Ну, понимаете, когда человек, вот женщину чувствует своим каким-то внутренним естеством, сильным, мужским, да, и, посмотрев на женщину, он, знаете, может четко сказать, это моя. Вот здесь, здесь король Пентакли, он, знаете, все равно он немножечко такой прижимистый, да. То есть, что мое, то мое. И опять девятка Пентакли вышла, да. Вот такое ощущение, что в эмоциях он считает, что вы его женщина. Вы его, до мозга костей, как говорится, понимаете. Вы его женщина. Ну, здесь вот такие вот... Это не то, что там человек как-то влюблен в вас, как-то там легкий флирт. Нет. Вот здесь сейчас идет глубина. Очень такая сильная глубина. Человек вас очень высоко ценит. У него есть к вам уважение. Уважение как мужчины к женщине. Что будет делать по отношению к вам загаданный вами человек? Что будет делать, девочки? Любить. Вышел король кубков. Что-то у нас сегодня много королей, да. Что будет делать? Любить, девочки, вас будет. Любить на руках носить. Баловать. И причем он настроен очень серьезно по иерофанту. Это не просто так. Человек прошел некую трансформацию. Человек для себя что-то осознал. Человек что-то для себя решил. Он сделал выбор. Не знаю, девочки, для кого проиграется. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Однозначно человек сделал выбор. Действия. Действия загаданного вами человека. Действия. Он будет бороться со всеми, там, я не знаю, там, проблемами. Со всеми какими-то там неурядицами. Он будет сражаться за свою любовь. За то, чтобы получить ему эти эмоции. Понимаете? Он готов будет сражаться. Если вы, девочки, не будете принимать его, как говорится, вы будете захлопывать перед его носиком дверь, он не будет останавливаться, он все равно будет идти в атаку. Он будет идти в бой, потому что человек осознал, что вы для него очень родной и ценный человек. Он это понял. Он реально это понял. Дай Бог, как говорится. Дай Бог. Совет для вас. Совет для вас. Ой, ну тут, конечно, два направления, может быть. Опять-таки, да? Девочки, смотрите по вашей ситуации. Если вы четко понимаете, что этот человек вам нужен, понимаете, то, конечно же, это мир. Вам нужно с ним помириться. Мир – это когда у нас все хорошо, это тогда, когда мы вместе, и мы наслаждаемся. Уже все прошло, мы уже все прошли, как говорится, Рым-Крым, все-все-все прошли, да? Абсолютно все. Абсолютно все. Все примерно знаешь, как будет, что будет и так далее. Для кого-то, девочки, если вы понимаете четко, что этот мужчина не для вас, и вы больше не собираетесь, как говорится, ему открывать двери, и пусть он там хоть, как говорится, борется хоть с самим собой, но вы имеете полное право закрыть этот цикл отношений с загаданным человеком. Вот по аркану «Мир» вы однозначно можете закрыть этот цикл. Давайте посмотрим, что ожидает, что ожидает все-таки, да? Вот, допустим, неважно, кто какое решение примет, да? Что чуть-чуть последует дальше? Вот там, допустим, произошло примирение, да? Или, допустим, не произошло примирение, да? Что последует далее? Что последует далее? А дальше, девочки, далее – это отправление к новым берегам, это освобождение, это легкость, это полет, это бабочки в животе. Если кто помирился, девочки, вам счастье, вам благодать, свобода, полет, полет души, полет фантазий, творчество. Я отсюда, если творчество, значит, мы можем двигаться, мы можем развиваться, мы можем работать, ну и так далее, и процветать. Если же, девочки, вы ставите точку в этих отношениях и больше не пускаете в свою жизнь этого человека, поверьте, вы отплываете к новым берегам, и у вас ожидает то же самое. Чистый, светлый путь, легкий, свободный, это, знаете, как легкой походкой «Я вышла из мая». Ну, что-то такое было, какая-то песня была. Вот, у вас примерно такая же история. Неважно, когда вы смотрите данный расклад, май, там, декабрь, январь, февраль, неважно. Суть в том, что шагайте легко, принимайте то, что вам дает Вселенная, с радостью, с благодатью, с благочестием, самое главное. И мир тогда действительно будет больше наполняться хорошими людьми, которые могут приносить на эту планету только добро и процветание. На этом я заканчиваю данный расклад. Очень интересный получился, честно говоря. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как с вами резонирует, с кем проигрывается. Здесь однозначно кто-то помирился. Вот, сто процентов, здесь кто-то помирился. Девочки, пожалуйста, напишите, с кем такое чудо произошло. Если вдруг вы не решаетесь, вы не понимаете, как вам мириться с человеком, не мириться, пожалуйста, вы, в принципе, можете обратиться ко мне за личной консультацией. Все контакты вы найдете внизу в описании под видео. Я от всей души благодарю всех тех, конечно же, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Огромное-огромное всем спасибо и низкий вам поклон за то, что вы уделяете свое драгоценное время на просмотры и еще и написание комментариев. Всех вам благ, всего самого наилучшего, и пусть сегодняшний день будет намного лучше, чем вчерашний. Позитива вам! Пока!